Акула, которая не убивает, чтобы есть. Эй, Стив, иди сюда. Которая убивает просто так. Короче, за этой... Чтобы убивать. Двери в бассейн с акулами. Я тебе гарантирую, что они тебя не убьют. Вот прям обещаю. Давай, полезай. Подожди, подожди, ты не понял. Ну что ж, придётся показывать самому. Кстати, с некоторых видосов уже дизлайки убрали, но не со всех. В 1970-х годах несколько атомных подводных лодок ВМС США получили странные повреждения, находясь в открытом море. Их гидролокаторы вышли из строя, и огромные корабли оказались просто ослеплены. Подлодкам пришлось вернуться на базу для дорогостоящего ремонта. Военные были в шоке. Казалось, что они подверглись нападению невидимого врага с неизвестным оружием. Никто из подводников не смог его засечь, и всё же гидролокаторы вышли из строя. Как такое вообще возможно? Чисто акула отгрызла пол лодки. При осмотре оборудования люди обнаружили странные следы. Как будто кто-то маленький зубами вырвал часть обшивки гидролокаторов. Очень прочной обшивки, которая спокойно противостояла колоссальному подводному давлению. Но не смогла справиться с неизвестным оружием. Спустя примерно 10 лет, ещё около 30 подлодок снова оказались повреждены. А из чата когда дизы уберу? Да прям сейчас уберу. Снова эти странные следы, похожие на крошечные зубы. В 1991 году были атакованы подводные кабели в Мексиканском заливе. И это совсем не такие провода, к которым мы привыкли на суше. Они невероятно прочные, а их оболочку трудно разрезать или проткнуть даже самым острым ножом. Всё сделано для того, чтобы столкновение кабелей с подводной живностью не лишило людей благ цивилизации. И всё же кто-то сумел прокусить их. Насквозь. Нет, серьёзно, вы только посмотрите на эти отверстия. Как будто где-то под водой обитает невидимый монстр с самыми крепкими на планете челюстями и зубами-пилами. И он просто ненавидит кабели, подлодки и всё то, что люди опускают на дно океана. Знакомьтесь, бразильская светящаяся акула. Она обитает в тёплых водах, выглядит не очень-то привлекательно и питается, откусывая куски своей добычи прямо на ходу. Я не шучу. Её рот окружён присосками, благодаря которым эта акула... Чёрт, как странно называть такое маленькое создание акулой. Она ведь едва может дорасти до 50 сантиметров. Так вот, благодаря присоскам акула фиксируется на теле жертвы и пускает в ход зубы. Верхние выглядят вполне обычно, а вот нижние сцеплены между собой и напоминают пилу. Уже догадываетесь, почему? Ага, эта жуткая рыбина буквально вырезает ими кусок мяса, оставляя после себя рану примерно 7 сантиметров глубиной и 5 в диаметре. Пиздец. Конечно, от размера акулы и самой жертвы, но факт остаётся фактом. Откусив кусочек, бразильская светящаяся акула мгновенно уплывает, как будто ничего и не было. Неудивительно, что моряки даже не поняли, что кто-то приближался к их подлодкам. Рыба... Чисто закусила подлодкой. ...чень быстро набирает скорость, а весь процесс кормления может занимать всего несколько секунд. Но больше всего меня удивило не это. В меню бразильской светящейся акулы входит всё, то есть буквально. Дельфины, скаты, тунцы, рыбы поменьше, кальмары, морские котики, если случайно попадутся, а также другие акулы и даже киты. Косатки? Вкуснятина. Белая акула, которая наводит ужас на весь океан, они перекусят ей между обедом и ужином. Высшие хищники не могут сделать ничего против этих малявок. Да и что тут сделаешь, когда они такие быстрые, плюс часто охотятся группами. И да, человеку, попавшему на территорию бразильских светящихся акул, тоже придётся не сладко. На сегодняшний день зарегистрировано... Пиздец. ...несколько случаев нападений по уже привычной схеме. Конечно, лишит... Блядь, для человека-то это дохуя, блядь, такую дырочку-то получить. ...такого большого куска себя не самое приятное ощущение, но... ...с другой стороны, эти акулы никогда... Да, чат? ...они станут есть вас целиком. Так, всего лишь откусят немного с краю. Вот тебе доказательство, что они не такие... Ага, 7 сантиметров дырка, блядь, вообще пиздец. ...пасные. Теперь веришь? Не, просто вот представьте, я не знаю... ...вот у вас просто там какая-то ранка, да? К-как... ...глубокую ранку получали там, вот такую хотя бы? Вот пиздец, да? Как болит и так далее. А прикиньте просто, блядь, 7 на 5. 7 на 5, 7 сантиметров глуби... Блядь, да на самом деле это пиздец, так и сдохнуть можно. Ну что, время окунуться. Но этих акул непросто заметить не только из-за их скорости. Хотя она, конечно, играет роль. Посмотрите внимательнее. Довольно странный внешний вид, верно? Особенно этот темный воротник, который как будто стягивает рыбу. Передняя часть очень маленькая, а задняя большая. Все дело в том, что задняя часть светится. Причем довольно ярко, и это освещение служит для запугивания жертвы. Сейчас поясню, как это работает. Чаще всего, потенциальный обед бразильской акулы плавает ниже, чем она сама. А значит, посмотрев вверх, жертва видит небо сквозь толщу воды. На светлом фоне довольно просто различить темные силуэты. Но если часть акулы будет светиться, обед примет маленькую голову за целую особь. Я уже говорил, что... Нихуя природа ебаная, бля, чего... Бразильские акулы охотятся группами. Вот и получается... Бля, вы только задумаетесь, как природа эволюции решила дать такую наебку. Это же просто... Я понимаю, когда там плавают твои сородичи быстро, там, например, махая дохуя хвостом, и не используя плавники, у тебя там хвост становится мощный со временем, крутой, плавники уменьшаются. Такие вот изменения. Но когда внезапно, блядь, ты начинаешь светиться для того, чтобы тебя снизу было хуёво видно... Мне кажется, что какой-нибудь тунец смотрит наверх и видит целый косяк маленьких рыбок. Отлично, думает тунец. Сейчас перекушу. Он и предположить не может, что перекусить собираются им. И очень быстро. Что, зрение подводит? Но какого чёрта бразильские акулы нападают на под... Привет, Дарлин. ...водные лодки. В смысле, довольно сложно перепутать эту гигантскую штуковину и, например, кита. Ну, возможно, когда ты точно знаешь, чем они отличаются, да. Вот только в океане всё воспринимается немного иначе. А эти рыбины готовы охотиться буквально на всё. Им, в общем, абсолютно безразлично, насколько аппетитным выглядит их обед. Да им подходят даже кабели. Слушай, Стив, какие-то жестковатые киты пошли, не? Жуй, не отвлекайся. А ведь не только маленькие акулы путают китов и подводные лодки. То же самое делали люди во время мировых войн. Пока ещё не были изобретены гидролокаторы вместо сонаров, военные часто принимали гигантских млекопитающих за вражеские суда. Существуют даже рассекреченные документы, в которых подробно описываются отличия морских обитателей от подлодок. С иллюстрациями! Всё выглядит достаточно просто. Подводная лодка двигается менее плавно, оставляет за собой нефтяные пятна. Но когда наблюдаешь за происходящим с воздуха, можно не заметить такие детали. Кит, которого принимали за подлодку, был обречён. Впрочем, с точки зрения военных действий, гораздо хуже было принять подводную лодку за китай и позволить ей ускользнуть. Хорошо, что сегодня люди практически не сталкиваются с подобными проблемами. Они даже научились беречь свои подлодки от бразильских светящихся акул. Для этого пришлось установить защитный экран из стекловолокна поверх обычного покрытия гидролокаторов. Правда, это обошлось довольно дорого. Поскольку речь идёт о военных кораблях, точные цифры найти достаточно сложно. Но вдумайтесь только! С одной стороны, гигантская атомная подлодка. Чудо инженерной мысли. Корабль, способный опускаться на дно океана и уничтожать опаснейшие цели. С другой, рыбка, которая едва вырастет до полуметра. И эта рыбка прокусила их просто без труда. Конечно, морские животные давно воюют с людьми. История нашего противостояния, наверное, начинается тогда же, когда человечество впервые погрузилось в воду. И я говорю не о единичных случаях нападений на каких-нибудь рыбаков. Огромные создания топили целые корабли. Бля, сука. Вы наверняка слышали хотя бы парочку легенд. Но некоторые из них правдивы. 20 ноября 1820 года в Тихом океане огромный кашалот протаранил корабль китобоев Эссекс и утопил его. Эта новость настолько потрясла китобойный мир, что вдохновила Германа Мельвила на создание романа «Моби Дик». И знаете, в принципе, того кашалота можно понять. Мало кому понравится, когда на него охотятся. Да и потопить корабль было несложно. Если верить информации, которую мне удалось найти, Эссекс был старым парусным кораблем. Неудивительно, что кашалоту удалось проломить его нос, как яичную скорлупу. Когда твое деревянное судно атакует нечто очень злое весом в 50 тонн, тут не так уж много вариантов развития событий. Спустя пример... Неплохо для того времени изобразили. Наверное, 30 лет уже другой корабль, «Эн Александр», был протаранен кашалотом и затонул. Тоже деревянный. И его команда тоже занималась китобойным промыслом. Кажется, киты не в восторге от того, что в них тыкают гарпунами. А нападение гигантских кальмаров? Это же классическая моряцкая страшилка. И она напрямую связана с реальностью. То есть вряд ли люди когда-либо делили океан с Кракеном из «Пиратов Карибского моря». Но это не мешает гигантским кальмарам атаковать корабли. Считается, что французский корабль «Виль-де-Пари» в 1782 году затонул именно в результате такого нападения. Впрочем, это было довольно давно. Люди могли приукрасить события. В 1874 году корабль «Пёрл» был потоплен огромным кальмаром или осьминогом. Свидетели описывали его щупальца как толщиной с дерева. Чего, блядь? Надеюсь, не баба. А в 2003 году кальмар схватил яхту. К счастью, как только капитан остановил лодку, монстр сразу потерял к ней интерес. Знаете, в детстве мне всегда казалось, что самые опасные существа в океане — это гигантские акулы-людоеды. Ну, фильм «Челюсти» и всё такое. А в итоге получается, что опасаться стоит кашалотов, огромных кальмаров, агрессивных осьминогов и бразильских акул. Если вы в подлодке, само собой. Но большие классические акулы тоже угрожают людям. Причём прямо сейчас. Да, пока вы сидите и смотрите это видео, вы уже находитесь в опасности. Акулы — очень любопытные животные, которые, к тому же, знают толк в охоте. Выслеживая добычу, они часто ориентируются по электромагнитным полям. И знаете, что может сбить их с толку? Подводный интернет-кабель. Неопытная акула легко спутает его с потенциальной добычей. Ну, а если и не заходи... И пизда, минус интернет-чат, никакого твича. Будете сидеть дома и слышать, как ваша мать ругается с алкашом батей. Хочет перекусить кабелем, то с удовольствием проверит... Чат умер прямо сейчас. Да чат сегодня вообще чё-то мёртвый, блядь. Я не понимаю, чё происходит. Чат, вы чё, охуели там? Чё произошло-то, блядь, долбоёбы? Чё вы, блядь, мёртвые такие? Что это за штука такая? Помните, я уже как-то рассказывал про исследовательский кусь? Так что, если у вас внезапно стал барахлить интернет, не ругайте провайдера. Мы смотрим, блядь! Возможно, прямо сейчас какая-нибудь акула грызёт кабель. До скорого. Блядь, или вашего батя. Поразительно. Вновь невероятно, невероятно. Эволюция, природа, стечение обстоятельств, случайности. ПОТРЯСАЮЩИЕ, ПОТРЯСАЮЩИЕ. Эх, потрясающий чат. НЕВЕРОЯТНО! ПОТРЯСАЮЩИЕ. ПОТРЯСАЮЩИЕ. ПОТРЯСАЮЩИЕ.